Вот как расстраивание. Надеюсь, больше вещества помогут нам поговорить сегодня о интересных и важных вещах. Один, о котором хотелось бы сегодня поговорить, называется «Как места силы?» Что это такое? Зачем практикам йоги посещать такие места? И какой результат они от этого получают? То есть, насколько все это актуально и необходимо. Человек, который стоит на пути йоги, особенно начинает заниматься преподавательской деятельностью, какой-либо общественной деятельностью, по распространению знаний о другом образе жизни, иногда сталкивается с моментом, что своей энергии ему просто уже не хватает для дальнейшей деятельности. И он начинает искать источники получения энергии, либо другая ситуация, когда он набрал слишком много энергии и нужно ее переработать. И для этого существуют разные механизмы, один из которых называется «Места силы». Мне, видимо, попало довольно благохарно в этой жизни. Я побывал несколько раз в Тибете, несколько раз в Индии. И сделать уже определенные выводы. И хотелось бы поделиться с вами, с вами наблюдениями. Собственно, цель этой беседы состоит в том, чтобы, возможно, когда вы попадете в такие места, чтобы вы максимум времени уделили практике, в них получили максимум результата, и как можно времени и силы, и энергии, особенно тратили на различные отвлекающие обстоятельства. План такой. Сначала поговорим о таких темах, как, опять же, что такое места силы, какие они бывают, зачем ездить по этим местам, как этот механизм работает. Поговорим о том, какие практики лучше выполнять в таких местах. Также поговорим о различных отвлекающих обстоятельствах, которые мешают сконцентрироваться на практике и вводят ваше внимание в другую сторону. И хотелось бы пообсудить такой момент, допустим, что делать, если по каким-то причинам поездки по местам силы невозможны, и как найти какую-либо интернативу. И в конце ответим на вопросы. Если будут возникать какие-то вопросы по коду, мы излагаемый материал, пожалуйста, поднимайте руку, и я буду придавать вам слово, будете задавать вопрос. А если какие-то общие вопросы, либо на немножко другие темы, то предлагаю, кто-то его оставит потом, и в конце беседы уже, допустим, вопрос-ответ устроить. Так, ну давайте начнем. Значит, что такое место силы? Какие вообще варианты есть в аудиториях? Кто думал, что значит место силы для вас? Что это такое? Места, где земная энергия какая-то есть, которую человек может получить сконцентрированное энергию в большом количестве. Хороший вариант. То есть прозвучило ключевое слово энергия. Какие еще варианты у нас есть? Где практиковали люди, будды, которые отдавали свою энергию. Это понимание как-то. Ну, вы все знаете тогда. Силы для мощи. Где цивилизации, наверное, нету. Технологической цивилизации. Это природные места. Да, то есть другие у людей хороши, другие ценности. Ну, ближе к природе. Более, более высокое, чистое, да? Да, замечательно. Да, да. Ну, это вера, города и вещи. Где достигали? Сила, это человек, когда решает все вопросы. Правильно ли? Сила. Вот это и сила. Хорошо. Ну, волны, может быть, там, никак там. Или не может быть какой-то физической силы. Волны силы. Хорошо. Тогда, получается, на что такие версии привлечали? Что есть какие-то места, в которых, собственно, аккумулирована энергия. Я просто подвожу итог, что энергия бывает различная. Бывает как высокая, так и низкая. И очень интересная версия о том, что в этих местах практиковали просветленных существов, которые достигли определенной реализации. Да, это все действительно так. Давайте теперь поподробнее. Когда немножко, написано, начнем с другого. Человек приходит заниматься йогой. Обычно какая у человека мотивация? С какой целью он приходит на йогу? Ну, сам в самом начале. Правильно, здоровье. Ну, это вообще варя, привлечевая мотивация. А с обедением, когда человек практикует сначала хатха-йогу, он начинает слушать такие интересные слова, как энергия. Иногда преподатель говорит, работаем с энергией, потягиваем корневой зимов, допустим, что-нибудь такое. Узнает такое слово, как чакры, начинает интересоваться, что такое чакры. И со временем у него складывается понимание, что человек, то есть наша суть, это не только вот это физическое тело, по сути, это как скафандр. Конечно, довольно сложная машина, сложный биомеханический скафандр. Но есть еще некоторая оболочка, которая называется энергия, либо жизненная энергия. Наверное, все же слышали такое выражение, как «мне не хватает энергии, у меня нет сил, упадок сил и так далее». Или наоборот, когда человек полно сил энергичен, когда он может много действий различных совершать, получать определенный результат гораздо быстрее, эффективнее. За это как раз обещает наша жизненная энергия. И со временем человек начинает дальше развиваться в йоге и понимает, что есть еще некая третья оболочка, ее условно можно назвать «вум». Это наша информационная составляющая. То есть получается такая классическая система «тело, энергия, рум». Либо по-другому называют «тело, энергия, дух», физически, энергетически, духовный уровень. Дебиты называют обычно это «тело, речи, рум». Это такая базовая трехсоставная модель. Все дальнейшие модели, они лишь являются продолжением этой модели, то есть они разделяют третью оболочку на несколько функций. Кто-то, допустим, на три, кто-то на пять разделяет и так далее. Но это уже не суть важна. Вот. И получается, что человек начинает интересоваться с такими вещами, как энергии, как получить дополнительную энергию и, что самое главное, как получить энергию именно определенной, я это называю определенной частотой либо определенной вибрацией. То есть заставить сознание работать именно в нужном направлении. И на помощь человеку приходят такие места, как места силы. То есть основная характеристика этих мест стоит в том, что в них есть естественные места, я их называю, есть искусственные места, условно искусственные, естественные, то это места, где по определенным причинам из Земли выходит сильный поток энергии. Если кто не знает, что наша Земля, наша планета, это живой организм. Очень большой, но в то же время живой организм, обладающий своим собственным сознанием, своим собственным животным или духом. И в нее, на теле Земли, есть аналог чах в нашем человеческом теле. Как раз эти места чаха, они являются выходом энергии наружу. Но эта энергия может быть различной по своей фронтационной наполненности. В таких местах очень любят различные представители различных, скажем так, традиций, нетрадиций, направлений, различных устраивать свои церемонии. Некоторые, в том числе с жертвоприношением определенными, то есть они нагнетают энергию, но они не заботятся именно о качестве этой энергии. Им важна именно сила. И без разницы, какой вектор направленности этой силы. Они наполняются энергией и используют именно эту энергию для реализации своих эгоистических замыслов. А есть другие места, которые обладают более спокойной энергией. Они характеризуются тем, что в этих местах практиковали великие учителя прошлого, которые достигли в них реализации. Дело в том, что когда человек достигает определенного уровня духовной реализации, он, если так по-простому говорить, соединяется с космосом, он является проводником божественной энергии в наш мир. И все пространство, которое его окружает, пропитывается этой энергией. И эта энергия сохраняется в этом пространстве на долгие-долгие века, на то это четвертие. Особенно хорошо энергия сохраняется в естественных материалах, таких как камень, хрусталь. Это опять же, почему рекомендуется чуткие из натуральных материалов использовать. Суть в том, что когда мы практикуем мандром, допустим, мы подключаемся к определенному эгрегору. И чем больше у нас уровня практики, тем больше пропускная способность этого канала, тем больше энергии мы можем привнести в этот мир. И все пространство вокруг нас наполняется этой энергией, в том числе и четкой. Четкие сборные пустыня, они позволяют сохранить эту энергию, божественную или космическую энергию. И в будущем, когда по каким-то причинам ваш энергетический уровень просядет, или голосом, значит, немножко работать в том направлении, можно взять четкий и вспомнить тот уровень, на который вы вышли, практикуя. И получается четкий, как определенный портал, они позволят вам выйти на предыдущий энергетический уровень и вернуться в адекватное состояние, небольшое ступенье. В пещерах, либо в камнях происходит все то же самое. Камни накапливают энергию, и когда последующие практики приходят в это место, они чувствуют, пространство чувствуется по-другому. И иногда чувствуется, как пространство уплотняется на голову, наоборот, более разряжено. В таких местах, если, допустим, сеть с закрытыми глазами, прикрыть глаза, гораздо проще уйти внутри себя, отбросить все мешающие мысли, которые постоянно бомбардируют наше сознание, и погрузиться внутри себя, попытаться выйти на тот уровень, в котором мы были в прошлой жизни. Кстати, такие понятия, как прошлая жизнь или инкарнация, никому слух не режут. Все знакомы с этим? Да. Хорошо. Вот. Значит, то есть, места естественных выход силы, и места, на которые наработали великие или не прошло. Это какие места силы бывают. Так. И зачем ездить, мы уже обсудили, получается, что, во-первых, накопить, получить дополнительную энергию, либо преобразовать ту энергию, которая уже имеется. Либо третий вариант, который особенно актуален начинающим практикам, это максимально погрузиться в практику и получить определенный задел на будущее, определенный запал. Как правило, когда ты возвращаешься домой после посещения таких мест, то тебе на несколько месяцев еще хватает такого определенного драйва на практику, на какую его общественную деятельность, на распространение знаний, в зависимости от того, кто чем занимается, потому что актуально. Ну, там еще одинikal. Там номер один поляк, как у нас тогда еще один decision-то